Отныне гостей Магаса будут встречать Аланские ворота. Алана Экоу или Эллен Гейтс, как указано на монументальной арке, сегодня торжественно открыли глава региона и другие почетные гости. Сооружение выполнено по типу древних ингушских башен, а наверху Аланских ворот расположена смотровая площадка, откуда открывается вид на столицу Ингушетии. В поле зрения попадает и башня Согласия, расположенная в центре Магаса. Магас – один из самых молодых городов России, но вместе с тем и один из самых древних. Поэтому над проектом монументальной арки, которая будет встречать гостей столицы, думали долго. Хотелось в ней и национальный колорит соблюсти, и не копировать при этом напрямую силуэты средневековых башен Джейраха. В итоге архитекторы решили воссоздать в арке форму более древних башен. Испокон веков ингуши строили великолепные архитектурные сооружения, как в горах, так и в предгорьях, и на плоскости. И настоящая арка в Магасе имеет очень много сходных параллелей с древним архитектурным сооружением ингушей. По бокам арки два воинственных алана, как стражи, охраняющие город, а в центре – горянка с тарелкой национальных лепешек в руках, символизирующая гостеприимство ингушей. Строительство въездной арки было начато еще летом этого года. Сам глава региона контролировал ход строительства, делая акцент на том, чтобы в архитектуре въездных ворот Магаса отразилась история ингушского народа, начиная именно с аланского периода. Для Магаса это будет так называемая визитная карточка, аланские ворота, которые обозначают смысл и историю этого города. Магас сегодня развивается хорошими темпами. Буквально там за 23 года в чистом поле вырос, красавец город, столица. Это в масштабах современной Российской Федерации первая столица, субъекта Российской Федерации. И уверен, что следующие 23 года будут более динамичные. В числе гостей на открытии арки – историки, политики, школьники, герои Советского Союза России. И, конечно, меценат Алихан Харсиев, который, собственно, и подарил эту арку Магасу, получив за это звание заслуженного строителя Ингушетии. Распоряжение главы республики Ингушетия. Честь первому пролететь через аланские ворота представилась символу Ингушетии – горному орлу. Айна Гитагазова исполнила перед аркой свою песню про Магас. Художник, создававший эту красоту, наблюдая за танцовщицами в Курхарсах, отметил для себя, что все-таки смог передать самобытность ингушских амазонок. Над этой скульптурой он работал вместе с тремя сыновьями. Говорит, что особенно ему хотелось передать характер своих героев. Главное должно быть душой, искренностью, значит, внутренним миром должен делать любую работу. Вот эту такую работу нам поручили, мы старались и что могли, сделали. А дата, оценку, конечно, это жителям, это гостям, которые будут любоваться этой великолепной аркой. Символическую красную ленту перед аркой глава региона предложил перерезать почетным гостям и жителям Магаса. Все собравшиеся отметили, что отныне эта арка станет не только визитной карточкой нашей столицы, но и настоящим памятником истории. Говорят, что древний Магас имел подобные ворота. Через эти ворота прошли татаро-монголы и разрушили нашу древнюю столицу. Сегодня мы возродили вот это архитектурное сооружение, так же, как и башня, которая есть в Магасе. Эти ворота означают возрождение нашей государственности. Я надеюсь, что такие подобные сооружения у нас будут еще много. Визная арка Аланские ворота – это, безусловно, бренд Ингушетии, не только Магаса, Ингушетии в целом – это возрождение, как я уже сказал, нашей славной истории, а также это станет хорошим туристическим объектом. Чуть позже здесь появится автостоянка и пешеходный тротуар. А пока в небо были запущены белые голуби, как символ светлого будущего Магаса. Зарема Ивлоева, Рамзан Зурабов, Илес Досхоев, Новости 24. Продолжение следует...